Доброго вечера, мы из Украины. Я приветствую аудиторию моего канала и рада сообщить, что сегодня у нас вновь в гостях Алексей Лушников, телеведущий, журналист, публицист и вообще очень яркая натура. Я вас приветствую, Алексей. Да, Мария, взаимно приветствую вас, вашу аудиторию, ну и всех наших потенциальных телезрителей. Это прекрасно, и я вам хочу сказать, что я всегда просто, что называется, украинскую в захвате. Это вот очень хорошо передаёт мои эмоции, когда я читаю ваши посты на Фейсбуке. Так вы прекрасно там всё раскладываете, разбираете. Вот даже несколько фантасмагорично может кому-то показаться. Но я вам должна сказать, вы как раз-таки зрите в корень. Поэтому я думаю, что мы начнём сегодня нашу с вами беседу с обсуждения событий вот в этой Вороньи-Слободке. Потому что было фаер-шоу над Кремлём, можно сказать, обугливалось несколько крыша Мавзолея, хотя доказательств этому как раз обугливанию представлено не было. Но всё-таки очень хочется с вами обсудить, что это вообще было такое. Ну, действительно, я вообще считаю это событие, наверное, таким очень важным, я даже не побоюсь этого слова, историческим. Ибо, конечно, не было, наверное, в нашей памятной истории момента, когда бы вот, собственно, бомбили, стреляли с воздуха по кремлёвскому такому вот копищу. Но, признаться, это даже Гитлер не успел это сделать, и были какие-то попытки, но было ПВО у Сталина, да, и это ПВО смогло остановить эти попытки. Поэтому здесь, конечно, в 2023 году, спустя столько лет, столько событий, столько, так сказать, исторических заходов советской, российской истории, вдруг мы видим, казалось бы, ба-ба, что вдруг, такой вот салют, и не праздничный, а совершенно что боевой, мы видим вот эти кусочки видео, конечно, которые впечатляют, ну, и я вам могу сказать, конечно, вот этот фрагмент 9-секундный, как я сейчас помню, когда к президентскому флагштоку подлетает медленно вот этот беспилотник, раздаётся взрыв, то ли взрыв подлёта, то ли взрыв столкновений, всё это происходит на фоне Красной площади, на которой уже приготовлены декорации 9-му мая главного такого, знаете, религиозного праздника путинской эпохи, победобесия. И вот это всё вместе рождает, конечно, рождает символы, понимаете. Вот вся история, она жиждется на символах, зачастую саму историю двигают символы, когда, в общем-то, не важен результат, ну, не важно по Пескову, да, сколько там черепиц медных было подожжено, да, важно то, что стало это возможным. Как вы знаете, две версии гуляют сейчас в информационном пространстве. Первая версия, которая была опровергнута, ну, она была выдвинута официальными лицами Кремля и опровергнута Украиной, что это сделала Украина. Вторая версия, то, что это был самострел, там, не знаю, рязанский сахар, ну, как угодно, кто как угодно это называет, но понятно, что это было, значит, во второй версии, организованной российскими спецслужбами с какими-то, ну, задачами, назовём это так. Ну, конечно, давайте вот там разберёмся. Мне очень сложно сказать, Украина это сделала или нет, но я сторонник первой версии. И могу это очень, мне кажется, объективно охарактеризовать, именно прежде всего того, что, ну, в интересантах дело, да. То есть, первая версия, если это Украина, ну, давайте, Крымский мост, ведь Украина до сих пор не приняла на себя функции, да, что это сделали спецслужбы Украины. Хотя, в общем, в кулуарах мы понимаем, что без Украины это не обошлось, да. Вот, многие факторы тех или иных действий явно связаны с Украиной, и это понятно, это обоснованно, потому что военные объекты на территории России, а, кстати, Кремль, это, конечно же, военный объект, это место, где находится, так или иначе, верховная ставка командования русской армии, российской армии, и очевидно, что это легитимная цель. Русские предложили считать это как частью диверсии лично Путина. Но, вы знаете, я хочу вам сказать, что у меня, конечно, огромное количество за эти дни было телефонных собеседников, разных совершенно людей, в том числе и с того места, куда был направлен взрыв. Так вот, вы знаете, я так их разделил, они говорят, вот в социологии, говорят, из моих опросов, ну, вот, наверное, 9 из 10 говорили, что, ну, все понятно, только, ну, почему не попали-то, ну, имеется в виду, по Путина-то, да. Вот, то есть, если российские власти ожидали, что это будет мобилизационным моментом, когда весь российский народ в одну ногу поднимет ружье и будет маршировать границам Украины в патриотическом подъеме, дабы задушить, этого не будет. Народ сказал ровно по-другому. Жаль, не попали. Понимаете, и это есть элемент реальности. Почему вторая версия, мне кажется, совершенно несостоятельна. Во-вторых, ну, давайте так, не будем кремлевцев считать, ну, полными совершенно маразматиками, идиотами. Они тоже считают, у них есть замеры, засчеты и так далее. И, конечно же, тот репутационные потери, репутационные потери от самого факта бомбардировки Кремля, главного президентского флагштока, в канун 9 мая, ну, выглядит, ну, вы знаете, это выглядит колоссальным репутационной потерей, ну, и прежде всего признанием, что отсутствует система ПВО над самым главным, по сути, объектом российского государства. Этот объект не защищен, и так вот легко, под камерой он смог сделать то, что, в общем-то, когда-то, много лет назад, сделал Матиас Рус, да, приземлившись на Красной площади на легкомоторном самолете, и вышивший из него, и став раздавать автографы, да. Подходили москвичи, дорогие мои москвичи, он раздавал автограф. Вы помните, сколько тогда полетело, значит, Санових Голов? Горбачев тогда очень жестко отреагировал на это. Здесь, смотрите, сколько время прошло, а реакции никакой нет. Это тоже говорит о многом, да, о растерянности. Но, вы знаете, мне кажется, что об этом мало сейчас говорят, а мне кажется, это категорически важно, не думают люди, предлагая версию самострела, о реакции, ну, назовем так, на линии фронта. Тех российских солдат, мобиков, вагнеровцев и других далее. А вот у меня такая, у меня вот обратная реакция есть на это. Да, понимаете, ведь в один голос те сказали, слушайте, ну, если они Кремль не смогли защитить, то нас они плюнут, раздавят, и мы нафиг им не нужны. Понимаете, атака на Кремль – это фактор абсолютной деморализации того командного состава, тех людей, которым доступна эта информация. Все поняли, что король голый. И это совершенно объективная информация, которая стала на этом простом примере очевидна. И не считаться с этим нельзя. Здесь уже становится не так важно, кто нанес этот удар. Армия Украины, подпольные партизаны, понимаете, с красной пресней, значит, какое-то структурное подразделение ФСБ. Это неважно. Это удар по Путину, как главнокомандующему, как человеку, неспособному справиться с элементарными функциями руководства армии. Он не смог защитить свой Кремль, не смог защитить свой президентский флагшток, штандарт, и в канун 9 мая получил эти два дрона. Кто их запустил, значения никакого не имеет. Хотя, еще раз говорю, я глубокий сторонник, что это сделали силы, которые, скажем так, аффилированы с официальными украинскими вооруженными силами. Но это мое мнение. Это не значит, что оно должно быть принято априори. Еще очень важный момент, мне кажется, в этой атаке, оно заключается в том, что вы не представляете даже тот внутренний паралич, который происходит сейчас, он произошел внутри определенного такого среднего чиновничьего звена, как армейского, так и гражданского. Понимаете, вот Россия, а она огромная страна на своей территории, управляют символом. Символы не более того. Понимаете, вот есть Красная площадь, вот эта красная звезда, вот этот флагшток. И кажется, как Советский Союз, когда мы смотрели на Брежнева в 1982 году, хотя бы в октябре, это будет вечно. Советский Союз, коммунистическая партия Советского Союза, ее центральный комитет, ее руководящая роль будут всегда. Прошло немножко, всего этого не стало. Так вот, те символы, которые дает Москва, дает Кремль, они заряжают прежде всего регионы, назовем так, регионы. Они дают уверенность регионам в монолитности, в сплощенности, в серьезности, в бронебойности этой самой власти. Собственно, этот выстрел из двух этих дронов показал, что всего этого нет. Вообще всего этого нет. Теперь к следующей части, это касаемо, все-таки почему же это не самострел. То есть, если бы это был самострел, ну, вот в моем представлении, России, ну, можно было на что угодно. Если вы хотите так или иначе мобилизовать людей, ну, что понятно, настроение в армии катастрофическое, это мы видим. По сегодняшнему заявлению очередному, значит, Пригожина, это все просто вот читается, так сказать, двухсторочным ямбом. И, да, надо как-то что-то сделать. Вот есть 99-й год, как, помните, знаменитая, да, вторая Чеченская война, вот эти многоэтажки, вот эти как бы террористические акты, ну, и прочее, прочее. Вот проверенный метод. Мы его здесь не видим. Хотя это, значит, рязанский гоксоген было бы, так сказать, самое простое, казалось бы, и проверенное дело. Мы не видим здесь, уж, казалось бы, знаете, в этих бронебойное средство. Знаете, я не хочу даже сейчас, ну, так вспоминать в Суви, это, потому что это колоссальная трагедия. Это Беслан, это театральный центр на Дубровке, да. Вот это все. Но это бы имело несопоставимый эффект по мобилизации людей, нежели, ну, смотрите, там эти два дурацких там удара по Кремлю, да. Хорошо, вы хотите сделать и считайте, и уверены в том, что надо атаковать органы государственного управления. Тогда народ мобилизуется. Ну, почему тогда не Государственная Дума? Представляете, сколько было бы криков и визгов? Почему не Совет Федерации? Почему не Конституционный суд, тоже, кстати, символ? Или хотя бы по-смольному, понимаете? Нет. Опять же, подняли руку на самое для... Понимаете, вот люди, которые говорят, это самострел, они не до конца понимают, как устроена сакральность российской власти. Есть вещи, на которые поднимать руку нельзя. Это Кремль. Не то, что поднимать руку. С разговором таким близко подходить не стоит. Думы такие мыслить нельзя. Потому что это разбивает самое главное, на чем живет Кремль. Сакральность. Божественность. Не... Вот, понимаете, когда хочется раз, и вниз. Понимаете, да? То есть, вот эта божественность, для простого люда, подобный удар разбивает раз всегда и напрочь. Хорошо, скажете вы. Тогда, может быть, вот это покушение на Путина, оно должно было как-то сработать. Но, понимаете, мы же понимаем, что, во-первых, Путин там, конечно, бывает с такой редкостью, что... Редко какая ракета долетит до него туда, понимаете? Есть другие места, где более комфортно, удобно и прочее. И понятно, что там в полтретьего ночи вряд ли вы там найдете Путина, при всем своем желании. В другое место надо стрелять. Поэтому, конечно, это определенный символ. Но если подобную версию проводят ФСБ или там ФСО, или какая-то другая российская официальная структура, то давайте согласимся, что сделать покушение на Путина, ну, это же крайне легко. Пустить какой-нибудь дубль его экскорт по Кутузовскому проспекту Москвы, поставить какого-нибудь Запорожеца, понимаете, там, ну, или, майбах, кто как захочет, где-нибудь на обочине, слегка его взорвать на пути движения президентского кортежа, как бы президентского кортежа. И вы, пожалуйста, сообщите всем, что вот хотели Путина, что его даже осколок от стекла поцарапал. Так что вставай, страна народная, все на украинский фронт. Понимаете? Нет этого всего. Нет. То же самое, что и с ядерным оружием, это тоже полная ерунда. Но если вы хотите, мы можем просто на эту тему отдельно поговорить. Не казус Белли это. Не казус Белли. Казус Белли уже давно не нужен. А если он будет нужен, то, опять же, смотрите, пункт номер один. Это школа, театральные центры, многоэтажки. Алексей, я вам скажу так, что с моей точки зрения Украина успешно наносит совершенно другие, более значительные удары. Я считаю выступление в ГАГе президента Украины Владимира Зеленского имиджем, колоссальным ударом. И каждый успех вооруженных сил Украины по освобождению прекрасной украинской земли тоже является именно ударом эффективным и правильным, абсолютно естественно законным. И самое интересное, что продуманным и, главное, с последствиями очевидными, а не просто там мифическими, какими-то сакральность какая-то, еще что-то. Я думаю, Алексей, что все-таки вот эта сакральность, она так ощущается, наверное, только россиянами. Потому что, ну, в Украине, конечно, повеселились над этими кадрами. Но в целом, уверяю вас, в России достаточно сил, которые почувствовали, что зашаталась власть. Конечно, конечно. Они относятся к той категории, которые как раз-таки, запустив этот дрон, просто хотят сказать, что бега открытый, вперед, давайте, кто еще недоволен. Я склонна считать, что это, конечно, какой-то внутрироссийский процесс. Я не буду утверждать, что это непременно должно было сделать, там, предположим, ФСБ или еще какая-нибудь там силовая структура. Но я думаю, что это борьба башен между собой. А, возможно, вообще уже, так сказать, вокруг Кремля происходит какое-то брожение вот этой самой Вороньей Слободки. И что-то, кто-то ставит под угрозу существование нынешней власти изнутри. Вот. Поэтому я считаю, что Украине, тем более официальной Украине, заниматься вот именно, ну, каким-то разрушением вот этих вот сакральных, как вы выразили, символов, это все-таки такое, ну, как вам сказать, занятие тратить свои силы, как вот очень все-таки неэффективно. Может быть, символично, может показаться так, но эффективность, она все-таки для газет, понимаете. Ну, если там многие на это среагировали, безусловно, мне самой эти кадры, так сказать, ну, они всех там позабавили. Тут нет никаких абсурдов. Мария, я… Тем более, знаете, как-то странно. Извините, я перебью вас. Вы знаете, ну, вот я не могу утверждать, что это сделали украинцы, ну, официальные украинские структуры, потому что, ну, правду об этом мы все равно знаем уже после войны. Вот. А сейчас я бы хотел акцентировать внимание на сакральность, я о ней говорю, она исключительно, конечно, российская. Конечно. Но вы понимаете, что такого рода действия, они деморализуют огромное количество тех людей, которые идут или находятся на фронте, или принимают какие-то решения и так далее. То есть, непринятие решения или деморализация на сегодняшний день – это важнейшая часть вот этой самой гибридной части войны, да, направленная против своего противника. И в данном случае больший удар, скажем так, чем деморализационный, да, перед наступлением, ну, трудно было нанести. Алексей, я тут согласна по части того, что он имиджево для Кремля внутри России действительно как-то, знаете, обнажил наготу короля. Это я согласна. Просто я считаю, что это силы, которые действуют уже внутри России, которые демонстрируют, что теперь можно с соревнований начинать. Кто больше, быстрее, эффективнее, громче, ярче и так далее, что ещё там какие. Ведь нельзя забывать, что это, ну, как ни крути, страна или террористический консорциум, сейчас, наверное, было бы точнее сказать, с очень разными интересами. Вот эта тюрьма народов, в которой все они томятся в данной машине, там же очень много было. Да, хорошо, по-другому тогда я бы сказал, что удар по Кремлю был нанесён антипутинскими силами. Это безусловно. Вот это тут я с вами согласна. И тут, знаете, наверное, можно перейти на обсуждение некоторых заядлых и не очень антипутинцев. Мы можем с вами обсудить ещё одно событие, которое произошло недавно. Михаил Борисович Ходорковский собрал оппозицию, сказал, что они между собой больше не должны ругаться. Я это всё назвала философским кораблём, который дрейфует в акватории Западной Европы. И считаю, что Михаил Борисович, безусловно, является капитаном, конечно, этого корабля. И в какой-то степени все ждут, когда же, наконец, он начнёт отдавать более эффективные такие приказы, которые бы действительно могли серьёзно пошатнуть вот эту вот кремлёвскую шайку и их власть. Ну и тут я, конечно, говорила о том, что вам, наверное, будет приятно вспомнить, что в Ленинграде, по-моему, это был 89-й год, силами Демсоюза, Валерия Ильична Новодворская, конечно, и, кстати, Валерия Терехова, удалось пробить зомбирование, так сказать, броню внутри ленинградской тогда ещё милиции и донести до них разоблачительную правду про то, чем они занимаются. И тогда 200 милиционеров вышли на площадь и возмутились, то есть выступили против репрессий. Я как раз вот говорила, что если бы Михаил Борисович вот так вот поэффективнее начал бы действовать на эту целевую аудиторию, которая ему очень хорошо известна изнутри, то тогда, конечно, было бы очень неплохо, если бы в результате их совместной деятельности вышло бы 200 росгвардейцев, например, на Красную площадь, а можно также вот на эту самую сенатскую, или как она теперь называется, можно там всё это продолжать. Но в любом случае, если бы силовики, ну, у него есть, наверное, способы, там есть телеграм-каналы, есть там он знает, что они читают, вот это было бы эффективно, но нет, они собираются и, как бы, так сказать, соревнуются в витьеватости и, так сказать, изящности формулировок. Что это такое? Смотрите, ну, берлинская конференция, которая произошла, она, ну, надо признать, конечно, это хорошо, когда люди собираются и что-то говорят. Даже вне всякого участия Росгвардии, как вы выразились, по отношению к Михаилу Борисовичу Хударковскому. А что касается того, для чего и как это происходит, ну, это же нормально, вообще дискуссия – это нормально. Я прочитал вот тот меморандум, который был, значит, в результате составлен, и мне кажется, что, ну, он такой, ну, мягкий очень, мне кажется. Давайте я так дипломатично буду выражаться, но он мягкий очень. Ну, конечно же, меня очень возмутило в этой мягкости нежелание критиковать друг друга. Ну, как так можно? Вот там среди участников был господин Иларионов. Ну, вот поверьте мне, у меня очень много вопросов к этому человеку. Вот очень много. Я очень внимательно слежу за его вполне противоречивыми прогнозами, которые происходят в эфире того или иного YouTube-канала, где то будет, то не будет, то так, то сяк. Некой определенной последовательности я не вижу. И я бы хотел с ним поспорить. И мне есть, что ему сказать. Но если я подписываю этот документ, значит, я не могу с ним спорить. Мне кажется, что демократическое движение… Вы знаете, я думаю, это был бы, кстати, интересный диалог, потому что дело в том, что как раз-таки Андрей Николаевич во многих своих прогнозах оказался поразительно прав. К большому сожалению. Это касалось прогнозов давних по поводу того, как могут выглядеть военные действия и какую цель могут они перед собой в первую очередь ставить, имеется в виду россияне. То есть у него были прогнозы очень по существу. Хотя, безусловно, были и такие, которые, слава богу, не сбывались. Ну, какие-то очень ранние, по всей видимости. Понимаете, дело в том, что любое демократическое явление, оно само по себе не подразумевает какого-то автоматического сложения. Люди, которые являются представителями демократических движений, у них у всех свои взгляды. Но это же нормально. Существует парламент, в котором люди с демократическими взглядами, обсуждая какие-то детали, будучи политиками, идут на компромиссы или идут для каких-то больших целевых решений. Вы знаете, вот я прочитал вот эту, значит, декларацию, и вот у меня там появились, ну, вот какие-то, я бы там дописал кое-что. Ну, вот, например, я бы однозначно написал право на самоопределение российских народов, да, ну, которые сегодня входят в состав Российской Федерации. Но мне кажется, что это ключевое, понимаете? Мне кажется, что обязаны просто, просто обязаны предоставить возможность тем государствам, тем народам, тем территориям, которые не хотят находиться в составе Российской Федерации или того образования, которое получится в будущем, да, останется от Российской Федерации, обязательно в него входить. Мне кажется, что мы, я, как представитель Ингерманландии, да, могу сказать, что для меня это не пустой звук, и я это очень хорошо для себя принимаю. И, понимаете, мне кажется, что надо все-таки некоторые вещи заострять. В том числе, я бы заострил такую вещь, ну, как, ну, там были сказаны несколько слов про репарации, да, связанные, ну, выплаты кому? Значит, Украине, там, ну, то есть надо четко сказать, о чем идет речь, и, наверное, какие-то механизмы этому передать. Также выдача военных преступников, понимаете, надо определить, наверное, кого мы с вами считаем военными преступниками, и достаточно четко указать, что они подлежат выдаче, безусловно, после окончания войны. Но еще очень важно, мне кажется, еще несколько очень важных факторов, мне кажется, это все-таки, и об этом надо было сказать четко, о том, что, значит, по окончанию войны та территория, которая остается на месте Российской Федерации, обязана просто передать специально созданной международной организации все ядерное, химическое, биологическое оружие. Понимаете, это просто обязательно. Более того, должна быть создана еще какая-то международная организация, которая возьмет под контроль управление энергетическими ядерными установками, всеми исследовательскими научными реакторами, которые существуют в РФ сегодня, вплоть до атомных ледоколов, где тоже есть ядерный реактор. И это тоже должна быть специально созданная организация, которая бы это контролировала. Понимаете, это очень важные базисные вещи. Почему базисные? Потому что это некая прививка на будущее, чтобы дальше с этой территории не пришла вот эта человеконенавистническая идеология, чтобы не пришла угроза мира и не просто угроза мира, а мы с вами уже понимаем, что это угроза всему миру. Это, мне кажется, крайне важно. А что касается демократического движения, у меня, знаете, здесь тоже еще один нюанс. Я не знаю, как к нему относятся мои друзья, коллеги, но мне кажется, что участники такой конференции должны были бы взять на себя что-то типа обязательства в этом меморандуме и сказать, что никто из них не претендует в новом государственном формировании на должность президента или на участие в каких-то исполнительных органах власти. Тогда бы это все было чище. Потому что мне сейчас это начинает казаться, как попытка на плечах, на крови украинских солдатов въехать в новую постпутинскую власть. А это немножко пошло. Вот мне так кажется. Поэтому я считаю, что дискуссии важны и обязательны. Но надо отказаться от президентских амбиций и от высоких чиновничьих амбиций. При этом я предполагаю, что каждый из них может вполне баллотироваться в какие-то органы представительной власти. Я не знаю, будь то Дума или так далее. Это вполне возможно, но очевидно, что никто из этих людей никогда не придет в новой условной России к власти, ибо лидеры новые появятся. Это не я. Это история, понимаете. История многих государств, она в принципе одна и та же. Придут те люди, которые появятся и станут лидерами в результате той открытой борьбы, которая будет внутри России происходить. Они придут оттуда. Они не приедут из-за границы. Понимаете, пример с Лениным в пломбировом вагоне, это здесь уже не работает. Понимаете. Сейчас есть три удивительных человека. Дай Бог, чтобы они выжили к тому периоду времени. Я про Навального, про Крамурзу, про Яшина. Как к нему кто-то хорошо относится, кто-то может как-то по-другому, но откровенно говорить, это те люди, которые в первую очередь могут претендовать на какие-то ключевые роли в новой политической реалии России. А может быть и не они. Может быть какой-нибудь сегодня торговец овощами или просто неизвестный безработный или клерк какого-то НИИ, понимаете, в определенный момент проявит те качества, когда станет просто национальным героем. Мы не можем этого говорить. А может быть актер. Понимаете? А может быть Галкин. Извините уж тогда, я продолжаю эту линейку фантазий своих. Но явно, что это не сегодняшние люди, которые были связаны с оппозиционным движением в период путинской России. Евгений Ройзман. Да, Это герой определенно такой настоящий Рубин Гуд. Я считаю, что у него электорально огромные шансы. Конечно, я с вами абсолютно согласен, что Евгений Ройзман один из ярчайших людей сегодняшних и, конечно же, он находится на России. Не ищите будущих лидеров государства в зарубежной иммиграции. Все верно. И, вы знаете, можно, наверное, некоторых все-таки пропесочить поподробнее. Не знаю, успеваете ли вы или нет, смотрите за эфирами некоторых YouTube, как это сказать, блогеров, моих, можно сказать, коллег в этом смысле. Вот недавно Альфред Кох, который пишет довольно ярко на Фейсбуке, у него много читающих, большая аудитория, в то же самое время он почему-то бросился защищать в какой-то момент Фридмана. И тут вот недавно в эфире у Киселёва ещё добавил, потому что решил ещё и сказать, что расследование Марины Евгеньевны Салье было каким-то там преувеличенным, несоответствующим и так далее. То есть, как бы встал на защиту Путина. Хотя всем известно, что вот эта афёра сырьё, топливо в обмен на продовольствие, это же был период голода зимы 1991-1992 года. И Марина Евгеньевна расследовала период, который предшествовал тому, что отпустили цены. Это был период ноября и декабря, когда это всё сырьё, то есть топливо с разрешения тогдашнего министра, энергетики этого фридманского наперсника Авина. Значит, с его подписями получали лицензии компании, приближённые к Путину, то есть непосредственно тогда более известный, конечно, как Гангрена, а ныне более известный, как Геннадий Тимченко. И там целый ряд ещё таких вот компаний, Могилевича, ещё каких-то его приблизких получили вот эти все разрешения, туда хлынул поток соответственно этого сырья, продовольствия никакого не поступило. И вот Кох решил почему-то возразить, уже не говоря о том, что второй, то есть мало того, что Марина Евгеньевна вынуждена была в Пскове там коротать остаток своей жизни, чтобы её физически не устранили, так ещё Гладков, это второй её соавтор расследования, он вообще при очень странных обстоятельствах как-то резко заболел, и те люди, которые к нему приходили, слышали от него одну и ту же фразу, всё-таки он меня отравил. Но Кох сказал, что это было уже не нужно, потому что отпустили цены, и так-то заполнены были прилавки, поэтому никакой аферы не было, всё преувеличено. Зачем он вообще защищает, можно сказать, Путина сейчас? Что это за такой интересный, какой-то странный синдром? То сначала Фридмана защищал, теперь, значит, в общем, аферу этого пытаются преподнести как, ну так, стечение обстоятельств. Нет, ну вы знаете, мне кажется, что Альфред Кох в данном случае, ну он говорит то, что он думает. Я не думаю, что, извините, задумываю, не думаю, но мне кажется, что он достаточно искренен, так это считает. Другое дело, что объективно это не так. И давайте вот мы всё-таки дождёмся какой-то смены эпох, потому что, конечно, хотелось бы увидеть вот те документы в том объёме. Знаете, сколько всего откроется, вскроется и того периода петербургского периода Путина и последующих. Ну, а Альфред Кох, он вот он так думает, понимаете. Я не думаю, что ему кто-то за это платит, что там какие-то у него интересы и так далее. Но мне кажется, что человек искренне может вполне ошибаться, забывать время, ну, каким-то образом просто уходить в плохую память. Ну, такое тоже бывает. Не хочется как-то вот его в этом плане определять как лжеца, да? Я надеюсь, всё-таки, что это просто какая-то ошибка. Хорошо. А потом была ещё вторая афёра, когда ГУМ-помощь пришла, и они её начали продавать. Может быть, действительно, у него как-то вот в памяти эти две истории слились в одну, и вот он перепутал истории с едой, но это и та, и другая путинская афёра, которая дала возможность Путину тогда его окружению сказочно обогатиться. По исследованию Салье, это была сумма, которая тогда называлась 100 миллионов долларов, но, извините меня, по тем временам это начальный такой уж капитал вот этого всего кооператива озера, что мало не покажется. А потом продажа гуманитарной помощи просто в розницу на прилавках. То есть всё же очевидно, и вы же, когда были сами депутатом Ленсовета, может быть, вспомните эти заседания, просто видите, как вышло, пресса, в общем-то, написала об этом исследовании, расследовании, вернее, Салье, хотя она думала, что это будет закрытая информация, пресса написала, и поэтому всё по датам известно. То есть всё, что она расследовала, она уже преподнесла в виде этого досье 13 января, и говорить, что это как-то коррелирует с тем, что правительство отпустило цены, невозможно, потому что вся афера произошла в ноябре и декабре. Вы думаете, что Альфред Кох мог перепутать эти даты? Ну, во-первых, я всё равно задумываю о человеке всегда лучше. Мог перепутать, ну, я не хотел бы на человека вешать какие-то изначально обвинения во лжи в прямой, но действительно, комиссия, а ведь была создана комиссия, которая возглавляла Салье, это же не просто расследование одного депутата или одного активиста, нет, это была создана комиссия, которая провела официальные расследования, где были сдокументированы факты, которые обсуждались и в здании на заседаниях, да, это всё было, более того, какие-то из них были опубликованы, но ведь знаете, как часто бывает, вот сегодня такое время, в это время, давайте мы не будем критиковать, это возвращаясь к нашему берлинскому разговору, да, давайте не будем критиковать, потому что сейчас эти фигуры, они важны для того, чтобы, значит, ну, вот, например, сегодняшней политической интерпретации, да, бороться с Путиным, тогда нужны были для того-то, чтобы кто-то там на выборах вышел там правильно, чтобы не критиковать этого, но всегда конъюнктура времени, почему я говорю, что очень важно, чтобы люди имели возможность говорить, да, как оно есть, вне зависимости от степени актуальности тех или иных событий, происходящих сегодня, поэтому возвращаясь к Марине Евгеньевне и к тому, что тогда происходило, мне, конечно, сейчас без документов, находясь здесь, сложно восстановить это все в памяти, конечно, это было столько лет назад, и я не берусь это сейчас вот так детально вспомнить, но я просто помню тот общественный резонанс и интерес, который был тогда приложен, и пресса писала, и это обсуждалось, и мы говорили об этом подробно, и, конечно же, были там видны все вот эти коррупционные схемы, но, Марин, понимаете, тогда было столько всего, столько этих схем, столько было проблем, понимаете, тогда самая удачная поговорка была по поводу того, что вот эти два квадратных, не квадратных, а погонных метра государственной границы, которые были переданы, значит, в аренду, приносили прибыли миллиардные на тот момент, да, ну вот, и чего говорить, и чего говорить, а сколько никло наркотиков, а сколько было всего, понимаете, я сейчас вспоминаю то время просто с какой-то вот таким вот, знаете, с таким вот, конечно, не сравнить его с сегодняшним, но мы же тогда пришли с Советского Союза, это все было впервые и вновь, поэтому задним числом очень хорошо, конечно, все это так оценивать, но тогда, в тот период времени, дело Путина, и вот то, что вы сказали, комиссия Марина Евгеньевна Салье, и вот эти все расследования, которые, они не казались на тот момент исключительно важными и однозначно вот необходимыми, значит, к рассмотрению, тем более, давайте смотреть еще правоохранительные органы, какие тогда были, кто в них состоял, значит, как они назначались, понимаете? Вы предвосхитили, вы предвосхитили вторую половину моего вопроса, потому что как раз в качестве доказательства своей вот аргументации правоты ее, как раз Альфред Рейнгольдович и сказал, что оно не было дальше, вот, расследовано, не было суда и не было переговоров. Так вы понимаете, в чем все дело? Что там на местах были друзья, довольно близкие, там, Черкесов, например, в Ленинграде и Санкт-Петербурге позже, в Москве не стал расследовать, значит, вот эта комиссия при президенте, хотя собирались было, но он передумал, потому что до того он расследовал, значит, аферы Гавриила Попова и его зама Лужкова, и там уже начались у него сложности, и более того, его довольно быстро выгнали. То есть эти все совпадения, хотя сам Путин очень боялся продолжения этого расследования, и когда они потеряли власть, когда он, будучи начальником избирательного штаба Собчака, проиграл выборы, он спрятался в Биорице именно от вот этих возможных уголовных преследований, к сожалению, которые не состоялись. Я права? Да, да, да. Я более того могу сказать, тогда в Биорице приехал по просьбе Бориса Николаевича Ельцина, в своих мемуарах пишет Березовский. Он встретился, это рассказ Березовского в его мемуарах, встретился с Путиным, и когда, как говорит Березовский, тогда он в Биорице отдыхал вместе со своей супругой, и передал ему Бориса Николаевича в том, что он будет преемником. Это рассказ Березовского. Хочу сделать сразу же акцент. Я помню это все, и рассказ, который, по-моему, даже в книге опубликован, и тогда Путин, самое интересное, сказал, что зачем ему вся страна, его вполне устроило, если бы его сделали главой Газпрома. Вот метил-то в корень. Да, да, да. И вы знаете, вот эту ниточку, ее надо, конечно, с сегодняшним днем обязательно связывать. Именно, опять же, мы возвращаемся к берлинской части. Понимаете, а где вообще, мне кажется, колоссально важная эта ликвидация ФСБ, например, ну вот в этих тезисах, да? Люстрация. Люстрация. Где? Понимаете, мне кажется, что очень существенные вещи в этих берлинских тезисах пока не состоялись. Но я глубоко убежден, что рано или поздно, конечно, ребята выйдут, коллеги это напишут. Я уж не знаю, как это все характеризовать. Но впереди, перед новыми поколениями стоит колоссальная задача. Колоссальная задача. Хватило бы им сил. Алексей, я думаю, что если резюмировать то, что сказали вы, а это очень важно, то демилитаризация и в частности денуклеаризация, то есть понятно, да, что вы сказали по поводу ядерного оружия и вообще всей этой дубинной угроз. И второе, возможность проведения референдума о вообще желании или нежелании оставаться в составе вот этого образования, это, я думаю, два ключевых пункта. И третий, люстрация вот всех репрессивных органов и всех тех, кто принимали участие непосредственно вот в этих преступлениях. По-моему, вот этих трех пунктов там остро не хватает. Я с вами полностью согласна. И, наверное, в завершении нашей программы я все-таки хочу обсудить еще одну персону, которая, в отличие от философского корабля, старается отсидеться в тени и в тиши. Видимо, в надежде, что все его предыдущие делишки ему не припомнят. Я хочу поговорить, как вы считаете, ну, во-первых, боится ли он того, что он сам окажется на скамье подсудимых где-нибудь в Гаге или нет? И вообще, на что он рассчитывает? Анатолий Чубайс. Вы знаете, я думаю, что он, Львович, не будет признан военным преступником, поскольку он не принимал каких-либо ключевых решений в плане последних, мне кажется, десяти лет. Ну, приблизительно десяти лет. Тем более, он не принимал решения о начале войны, но... Откуда мы это с вами знаем? Ну, это мы не знаем. Почему вы так решили? Это мы с вами не знаем, но я просто представляю себе механику мышления Чубайса, ну, только представляю механику мышления. Мне кажется, что он, конечно, в этом отношении не самоубийца, и у него нет уехавшей крыши, как у многих его коллег с того времени. Я думаю, что... А зачем он тогда, простите меня, зачем он тогда сбежал? Сбежал? А от чего он? Ну, я думаю, что он сбежал прежде всего от тех людей, которые его до этого окружали. Понимаете? Я думаю, что он почувствовал прямую угрозу, и... Вы знаете, вот я хочу вам сказать, вот давайте вот сейчас порчу Байса, немножко, сейчас вы поймете, почему я чуть-чуть в сторону. Вот смотрите, мы начинали сегодняшнюю программу вот с этого взрыва, который прогремел в Кремле. Когда говорят о том, что для чего это все, одну из основных версий говорит, что это даст возможность отмашки для закручивания гаек внутри. Хотя мы понимаем, что куда уж там закручивать дальше. Вот за спектакль, да, Женя сегодня и обвинили, значит, в чуть ли там неизмене Родине, там и прочее, 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 ей 7 лет грозит и так далее за спектакль театральный, который получил две маски в свое время. Вот до 4 июля ее под стражу заключили. Понимаете, как бы вроде нечего, но если брать всю российскую, советскую историю, то мы понимаем, что удержать власть без массовых репрессий Путин не сможет. Не сможет. Абсолютно согласна, что он исключительно репрессиями и держится. Да, значит, как это было раньше, ну, помните Сергей Миронович Киров, да, убийство в Смоле, ну, и так далее, так далее. Значит, мне кажется, что для того, чтобы начать массовые репрессии, надо будет избавиться от ключевых фигур старой элиты. Кого, как вы считаете, вот из старой элиты значимо можно сдать, обстоятельства, если они сейчас примут решение о введении смертной казни, заодно и расстрелять, обвинить в предательстве и так далее. Какая-то значимая, ключевая фигура старой элиты. Например, крайне в эту, понимаете, воронку попадает Медведев. никому не нужный, давно всеми брошенный, по мнению большинства пьющий и пьющий много. Чего его не бросить на заклание и публично или не публично, не расстрелять перед строем, понимаете, за измену Родины, по каким-либо причинам. легко. Но это откроет, понимаете, для массовых репрессий. Так было в истории. Вспомните, перед большими чистками порядка 20-30 тысяч сотрудников НКВД и ВЧК того времени были репрессированы. Начиналось все со своих. Это потом перекинулось уже на массы. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу про Чубайса, мне кажется, что он очень неплохо знает историю и прекрасно понимает, что он может быть одной из тех фигур. Он искренне ненавидим народом, искренне ненавидим. Его фамилия стала давно этаким мемом. Поэтому самое удобное... Он носитель самых сокровенных путинских тайн и реализатор самых деликатных помчений. И от этого ему не отмыться никак. Никак. Если он не продаст эту информацию в соответствующем заинтересованном источнике, которые возьмут его под защиту. Это все понятно. то, что ему удалось... Слушайте, я вам могу сказать, что то, что ему удалось выехать и раствориться, это очень неплохо, я бы сказал. Я думаю, что всю необходимую информацию она уже известна там, где... Она уже известна, точка. Понимаете? Она уже используется, скажем так. глядя. Ну, собственно говоря, мы поговорили о перебежчике потенциальном и сейчас в общем у всех на слуху новые попытки таких каких-то экстравагантных заявлений со стороны пузинского фора Пригожина. Как вы считаете, куда метит Пригожин? Уж не в Африку ли он собрался? Нет, он собрался точно не в Африку. Я думаю, что Пригожин делает сейчас очень серьезные политические заявления. Он практически обвиняет в предательстве руководства армии и верховного главнокомандующего. А это уже не шутка. Такие вещи, конечно же, в российской политической элите не прощаются. Он пошел ва-банк. Произошло это вскоре после, опять же, вот этих взрывов в Кремле. И мне кажется, что есть ощущение некой определенной... Он ощущает Пригожин, ощущает некую дервистность, кисейность, некое шатание, которое происходит внутри в кавычках элит России. Он это чувствует. Имея такой совершенно безбашенный характер, будучи человеком жестоким, жестким, играющим ва-банк, ставящим сразу же полностью на все, он, по-моему, пошел ва-банк, потому что у него есть сейчас действительно вариант. Или получить многое из того, что он задумал, или быть ликвидированным вследствие того или иного, я не знаю, автомобильной катастрофы, случайно залетевшего Химарса, или еще чего-то, неважно уже чего. Такие вещи, как и он говорит, в том интонации, с той жестикуляцией не прощаются. Еще, почему это политически серьезно? Потому что он перетаскивает на свою сторону всех людей с такой достаточно своеобразной ментальной группой. Это военнослужащие, большинство, которые находятся сегодня на русском фронте, это сидящие и сидевшие, это ну, как бы такие люмпенизированные слои общества, это очень широкая масса, это пошире, чем ЛДПР Жириновского. Делает он это грамотней, делает он это жестче, делает он воинственней, актер Жириновский на его фоне просто мальчик. И в связи с этим это ва-банк, но вы спросите меня, что же цель? Какая цель? Да, цель, может быть, все почему-то считают, что он метит на президента, на роль президента. Мне кажется, что это для него, конечно, было бы ва-банк, но реально он рассчитывает на лидера какой-то серьезно отделившейся крупной территории. То есть, я думал сначала, что это Петербург, Ленинградская область, Псков, там еще что-то, но по сути сегодняшним заявлениям я все-таки думаю, что это какая-то часть, скорее всего, Сибири, это может быть Дальний Восток, это еще вот что-то вон там. Но это очень крупная, серьезная территория, которую он, в общем-то, и даже вот этот отход Вагнера, про который он говорит, это, собственно, возможность сохранить свои войска для того, чтобы они стали именно основой, костяком тех территориальных войск, которые образуются именно на этой территории. И если мы увидим в какое-то ближайшее время как подачку ему отправленную, но власть тоже не особо что может сделать, отправленную ему какое-то губернаторство или еще что-то вокруг этого, мы это увидим, мы это увидим, то есть это будет видно, то означает, что он своей территории добился. Но посмотрим. Уж не он ли запустил те два дрона? Ну, это самое, понимаете, я просто не верю, что он мог их запустить, но вот чисто технически не верю. С точки зрения решимости вполне возможно, но с точки зрения технической реализации я, честно говоря, очень сомневаюсь в этом. Но то, что, понимаете, вот что мы имеем с вами сегодня абсолютно точно? В российских верхах четко разлом и кризис. Сегодня человек, который еще вчера назывался близким к Путину, поваром Путина, вот совсем из ложечки как будто бы кормит он его, повар Путина, понимаете, уж куда ближе, понимаете, доктор, повар, кто еще там, массажист, вот самые близкие, он делает заявление по степени, ну, я не могу вспомнить, чтобы за эти 23 года путинской власти кто-то делал хотя бы близкие по своей содержательной части заявления. Они очень жесткие и они требуют реакции. Кремль вот уже сколько времени прошло реакцию не запустил обратную. Песков говорит о том, что они не комментируют это, что означает проигрыш во времени, растерянность, и эти люди, на которых направлен этот месседж, я еще раз говорю, это люмпенизированные слои, то есть, грубо говоря, Жириновский плюс, понимаете, да, аудитория, Жириновский плюс. вот они сегодня понимают, так можно. Троны запустили по Кремлю, так можно. Пригожин говорит, так можно. Это расширяет и обрушает российскую власть в следствии этого. Я думаю, что в скором времени мы сможем пронаблюдать, как этот колосс на греенных ногах склеенной ложью страхом и пропагандой наконец-то рухнет. Алексей, я вас благодарю за прекрасный эфир и надеюсь, что мы с вами в скором времени встретимся вновь и обсудим новые злободневные или, скажем так, не менее злободневные события. Спасибо. Благодарю.